Мир вам, дорогие зрители моего канала! Наш Господь в притче о талантах похвалил своего раба за верность в малом и обещал ему награду, вручив ему ответственность над многим. Господь всегда обещает свое сказанное, и не важно когда. И это я убеждался в своей осознанной христианской жизни и не раз. И каждый раз, когда я начинал какое-либо дело, или доверяли мне какое-либо дело, не важно, оно маленькое или большое, я всегда относился с ответственностью. Не из-за того, что ждал награды, как в этой притче, а другую сторону этой притче, чтобы думал, чтобы не быть осужденным, как тот раб за свою ленность и за свою трусость, который закопал все эти таланты и все дела в землю и был осужден Господом. И Господь и впрямь благословлял, который опять как сказал, за всю свою осознанную христианскую жизнь, и по сей день я это замечаю, хочу как бы поделиться. Не то, чтобы похвалиться своими делами, а показать милость Божию, что Он всегда милостивый, и Он, когда мы делаем один шаг, Он делает сто шагов, когда мы даем один, Он возвращается сто раз больше. И вот это благословение Божие, Его слов, я заметил в первый раз, почувствовал на себе в 90-е годы. Тогда я, помню, делал ксерокопии молитв, наставления отцов, которые на маленьких прошурках, листках распространялось, но я делал сам ксерокопии, раздавал своим знакомым и ближним. Это длилось почти несколько месяцев, и один раз мой друг из Украины звонит и говорит, что посылал 6 тонн груза. Новый Завет с псалтылем на русском языке, и там малая часть были календари и брошюрки. Вот это вот я сразу почувствовал Божие благословение, и вот это с лишним год мы потом раздавали эти книги, Нового Завета и календари. Вскоре Господь удостоил меня в 1995 году служить в церкови Святого Гованесса, что в Конде, в Ереване. И тогда у меня вот такое дерзновение было, начал переводить трудов татвы отцы на русский язык. Ну, тогда мне говорили, ты же не специалист, что у меня был такой страх, я так побоялся дальше переводить, но вот это осталось во мне. И вот когда я поступил в семинарию в Иерусалиме, также начал работать над одной брошюркой «Монофизиты для армяне». И это было насущно, потому что все русскоязычные гиды, когда группу водили, они говорили, армяне – монофизиты. И вот я вот подготовил эту брошюрку, мы делали ксерокопии и раздавали всем паломникам и гидам, после чего уже перестали говорить о нас, как о монофизитах. И вот в 2000 году, когда рукопа ложился, Господь опять благословил, по благословению блаженящего, Нины, покойного патриарха Торгума Манукяна, я поступил в Московскую духовную академию профессорским стипендиатом. И там защитил кандидатскую диссертацию на тему нравоучения святого Григория Татеваци. Это и впрямо было чудом и благословением за те маленькие мои старания, которые я пробовал в 90-е годы переводить творение святого Татеваци. Ну вот эта милость Божия вот так и по сей день благословляет и сопровождает меня. Будучи иеромонахом, я вот уже вошел в сеть, в эту паутину и начал открывать всякие темы на форумах, как в одном из моих видео рассказывал. И Господь вот благословил так же, что у меня вот я открыл свой личный форум. Ну, сейчас он не действует, то есть он уже не мой, но потом и Господь благословил за эти труды, он дал мне свой сайт. И в это время я вот даже купил видеокамеру, маленькую видеокамеру, и начал снимать свои так называемые проповеди. Если помните мои видео, такие непрофессиональные, так скажу, снимал в церкви святых архангелов. Там прям было благодарение Господу Богу, о чтении Святого Писания, о краткой молитве, об армянской церкви. И вот мне тоже тогда всегда говорили, зная, что вот это некрасивое видео, непрофессиональное, лучше не снимай. Но у меня всегда эта борьба была. С одной стороны, что я верю, что Господь все равно благословит, я непрофессиональный оператор или там режиссер. Но я хотел донести информацию. И Господь сегодня опять дал эту возможность. Вот сегодня снимаю на этой камере, видеокамере, вот такая маленькая студия с зеленым экраном. Научился работать хромакеем, вот этим зеленым экраном, софтбоксы поставил. Вот Господь благословляет это все, поверьте. Но всегда, в каждой работе, всегда у меня как бы находились люди, как бы с одной стороны говорили, не надо, не делай, хорошо это не получается. Я всегда, опять говорю, унывал, но с другой стороны, вспоминял эту притчу Господа, где вот неверный раб был осужден за его ленность и трусость, которую, опять говорю, закопал в землю трусости и ленности. Помимо видео, я попробовал себя также в подкастах. Ну, начал записывать, аудиопроповеди. Там был сайт, где можно загружать подкасты. Ну, потом это остановил. Вот сейчас хочу тоже продолжить, начать, но уже, если ваших молитв также прошу, хочу делать интервью тоже на аудиоподкасты. Ну, опять, извините, если что-то так непрофессионально получается. И, опять говорю, Господь благословил вот после диссертации, как я сказал про Татхеваций, я издал эту книгу. Четыре раза была издана книга святого Григория Татхеваций на русском языке. И Господь благословил еще пять книг. Я написал и издал, были изданы по несколько раз, даже в России тоже, и в Армении тоже. За что, опять, благодарю Господа Бога. За то, что он верен своим словам. Не за то, что я какой-то хороший, или просто он благословляет. Он всегда верен своим словам. Ну, что еще сказать? Вот, когда меня назначили наставителем монастыря святых архангелов, здесь было много комнат таких полуразрушенных, закрытых. Ну, был здесь раньше женский монастырь. Последняя монахиня умерла в 80-е годы прошлого столетия. И все комнаты закрыты были. Прямо так, мусор, все вот так. И поток из Армении паломников появился. И они вот, кто приходил, говорят, хорошо было бы, если будет возможно жить в монастыре. И вот такая мысль зародилась, и я решил сделать ремонт в комнатах. И Господь благословил. Поначалу не получалось, и только один человек помог финансово. И мы, как я начал ремонт. И при окончании, вот думаю, сколько времени не мог найти денег, спонсоров, чтобы эту комнату сделать. И такое опять уныние пришло. И вот звонит мой друг, он католик, священник, мой очень близкий друг, русскоязычный. И говорит, можем встретиться. Давай встретимся. И вот я пошел, и там меня ждал, помимо этого иеромонаха, ждал еще один немец. И вот он встал на колени перед до мной, и перед этим иеромонахом, моим другом, и начал исповедь. И в конце он попросил, сказал, что хочет помочь армянскому народу. И я сказал, что у меня такая программа, если хочу устроить, ну, ремонт делать комнат для паломников, и люди будут молиться за тебя тоже. И вот он пришел, посмотрел, и он послал тоже деньги из Германии насчет монастыря, то есть патриархии, и мы сделали еще три комнаты. И вот во время работы нам не хватало 3000 долларов. Вот интересно, что? И вот уже у меня и уныние, вот такая борьба у кого просить? Потому что очень многие, когда я начал делать этот ремонт, так же отрицательно и негативно отнеслись, даже осуждались, ты что начал здесь воротить все это? И интересно, группа паломников из Армении была, и вот они мне дали, пришли, увидели, просто сказали, вот хотим подарить 1000 долларов, у нас остаток денег остался, мы решили группой подарить монастырь Святых Архангелов. На следующий день муж и жена из Америки приходят, и они вот видят, мы в стройке, я так бетон делаем, я тоже с ребятами работал, и вот приходят, они дают в пакете, в конверте 2000 долларов, и вот копейка в копейку вот это все было сделано. И вот опять люди это видя, постоянно пришли, спонсоры появились, сделали кухню столовую, сделали еще комнаты, на сегодня у нас есть семь комнат, и на 15 кроватей, слава Господу. И самая такая заветная моя мечта была, Господь благословил, что у нас я обновил одну из комнат, часовня имени Святого Григория Татхеваци. Это был самый один из больших для меня подарков, что мы вот это сделали. И скоро, если по воле Божьей, мы должны эту часовню осветить, надеюсь, если видео сделаю, выложу в интернет. Ну, независимо от прочего, есть еще разные маленькие проекты, не буду так загружать вас, Господь в каждой маленькой вещи, он даже будешь верен в маленьком, поверьте, благословляет. Да, Господь благословляет, дорогие. Но, знаете, одно, вот хочу сказать, он благословляет через людей, не просто с небес что-то манну сыпет, а через людей, благодаря которым я все, что-то, о чем я говорил, я смог сделать или еще делаю. Вот благодаря тем людям, которые рядом со мной, когда появляются в нужный момент, даже тех людей, которые не были друзьями, потом они стали близкими людьми. Благодарю вас. Не буду называть ваших имен. Не хочу это делать здесь, на этом видео, но я всегда молюсь за вас, за всех вас. Вспоминаю на литургии. Пусть Господь пишет ваши имена в книгу жизни. Я вот говорю, благодарю вас за все, за то, что вы были рядом со мной в трудную минуту, которые помогли и финансово, помогали морально, советам, которых я доводил, спрашивал, как снимать это видео, как делать, что надо. И вас благодарю. Благодарю за то, что вы мне помогли купить фотозеркалку, камер, вот эта видеокамера, которую я сейчас снимаю, вот эти диктофоны, которые есть. Благодарю за микрофоны, за эти софтбоксы, за вот этот зеленый скрин, сейчас не видно, что он зеленый скрин, другая картинка будет. Благодарю за сайт, за мой форум, который сделали для меня, за заставки, то есть видеозаставки, которые я использую в моем видео. Благодарю опять всех, всех, дорогие, пусть Господь благословит вас. Благодарю за издание моих книг, за кондиционер в нашей столовой, за комнаты, которые вы построили, то есть ремонтировали благодаря вам. Ну, благодарю вас, дорогие, что вы есть. Благодарю Господа за вас. И пусть благословит вас Господь. И благодарю также, дорогие, за перевод книг, за помощь в редакции моих книг. Пусть Господь благословит вас. А также я благодарю всех тех людей, которые просто делали мне зло. когда я начинал эту работу, которую все говорили, что не нужно, не делай, вот благодарю вас также. Если вы, наверное, не говорили, я бы не сделал. Благодарю вас за ваши письма, доносы, за ваши статьи против меня. Благодарю за проклятие, которое шлете на меня. Вот благодарю, потому что благодаря этим Господь делает меня мудрым, сильным, показывает на мои ошибки. И опять говорю, слава Господу за всех и за все, но особенно моих близких, которые всегда рядом со мною, и своими лайками, которые вы ставите под моими фотографиями, и под моими видео, или моими статьями, своими комментами, молитвами, или просто добрыми мыслями, что вы послаете мне. Благодарю вас. Ну вот, дорогие, сказал много слов, извините, но они переполнены чувствами, потому что это видео хотел делать еще давно, но не получалось. Вот какая-то некая ответственность была перед вами, дорогие, также, и перед Господом сделать это видео. Ну, Господь сегодня благословил вот это видео. И это было ради того, чтобы также и поблагодарить, как сказал вас, а также показать вот эту милость Божию, что если сегодня у вас есть какой-то талант, что-то есть, какая-то мысль, какая-то зародилась, что-то сделать, не мешкайте, не бойтесь, начинайте, прямо сейчас встаньте и начинайте делать это. Во славу Господа и во спасение вашей души и в помощь тем, которые нуждаются в ваших талантах. Господу не важно ты что, когда, что сделаешь, ему решать, ему решать, когда будут плоды, а тебя зависит, что ты сделаешь это или нет, или похоронишь свой талант в земле трусости или страха. вставай дерзновенно и делай, пусть Господь благословит вас, пусть в ваших делах прославится Святая Троица и прошу вас молитесь за меня, чтобы Господь дал мне силы, мудрости, терпения, чтобы я мог также писать, делать видео, подкасты и чтобы прославилась Святая Троица во веки вечный. Аминь.